Есть заболевшие коронавирусом в Чувашии или все же нет? Ответ на этот вопрос прозвучал в Доме правительства на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространению коронавирусной инфекции в республике. Волна фейковых новостей об угрозе коронавируса заполняет интернет. В социальных сетях обозначилась и Чувашия. К счастью, опасения не подтвердились. Были названы конкретные предприятия и места. Очевидно, это неправда, потому что таких фактов у нас нет. Если бы это было, естественно, мы бы об этом сообщили. Я бы поэтому попросил бы, прежде всего, Министерство здравоохранения Чувашской республики и Управление Роспотребнадзора по Чувашской республике подумать о расширении информирования, прежде всего, населения, о достоверной информации, что происходит у нас в этом направлении, ну и подумать над тем, может быть, создать какие-то каналы возможного обращения, ну, допустим, там, горячая линия или иной канал, или постоянно доступный телефон, с тем, чтобы, если у людей возникают какие-то вопросы, чтобы они могли дозвониться, получить достоверную информацию. Вместе с тем риски появления инфекции возросли, поэтому в республике, как и по всей стране, усилили меры санитарной безопасности. В Чебоксарах и Новочебоксарске начали дезинфицировать места массового нахождения людей – торговые центры, вокзалы, кафе. На случай возможного проникновения в Чувашию коронавируса в инфекционных стационарах подготовлены 408 коек, а также имеются изолированные боксы. Дополнительно могут быть подготовлены еще полторы тысячи коекомест. Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от посещения торговых центров, спортивных мероприятий и езды в общественном транспорте в часы пик, соблюдать элементарные правила личной гигиены, избегать контактов с людьми с признаками простуды и воздержаться от поездок за рубеж. Да и в соседней области, видимо, уже тоже. Рифат Подкулин, Бахтиар Велиев, Республика.